мы уже с вами рассмотрели get-list и обертки над данным методом который позволяет более удобно и проще выполнить ряд типовых операций но сейчас я вас пожалуй удивлю get-list на самом деле также является оберткой который позволяет вам реализовать получение данных в привычном виде на самом деле есть вариант объектного подхода к получению данных в орым то есть когда вы получаете экземпляр класса и с помощью специальных методов вы задаете нужные параметры выбираемые поля фильтр группировку а с помощью специального метода вы когда у вас все готово собственно и выполняете запрос этот вариант нельзя назвать компактным но он дает очень большую гибкость например если параметры запроса заранее неизвестные формируются программно можно вместо множества разных аргументов использовать один объект query накапали в нем параметры запроса а также изменяя их перепишем на ранее реализованный пример запросом из предыдущего урока где мы используем get-list но теперь с использованием объекта query делаем компонент первым делом нам нужно получить экземпляр класса query в конструктор данного класса мы должны передать объект нашей урм сущности который мы можем вызвать как статический метод get entity от класса урм сущности в данном случае буктейбл все мы получили объект запроса который поместили в переменную q смотрим какой у нас был селект вызываем метод set select где в массиве перечисляем поля которые мы хотим видеть в выборке следующим у нас идет фильтр с помощью метода set фильтр добавляем фильтр аналогично параметр метода это массив с фильтром группировку мы не использовали сортировка с помощью метода set order мы указываем массив с сортировкой далее у нас параметр выбираем количество записей и смещение выборки то есть limit и offset с помощью метода set limit устанавливаем количество выводимых записи а с помощью метода set offset указываем смещение все наш запрос готов теперь мы можем выполнить запрос используя метод экзик и данный метод вернет объекта результата аналогичным тому как возвращает get лист а массив результата мы можем получить например используем метод фичел теперь откроем страницу где размещен наш компонент как видим у нас велосипед от сравним с результатом с предыдущего урока результат идентичны вы спросите а если есть get лист зачем нам пользоваться более сложным вариантом с объектом query на самом деле повсеместно переходить на query не нужно но есть ряд задач когда более правильные и удобнее использовать именно query это те задачи когда у вас параметры собирается в разных местах фильтры формируются поля для вывода также формируются разными методами в разных местах то есть когда идет большая подготовительная работа перед запросом тогда используя query оправдана если же такого нет все заранее известное указано то рационально использовать именно get лист давайте кратко рассмотрим набор методов которые вы можете вызвать от объекта entity query здесь мы можем установить поля для выборки и группировки можно вернуть список этих полей а можно добавить одно поле к уже существующему списку также с фильтром можем установить целиком фильтр или добавить по одному параметру например в процессе выполнения сложного кода либо вернуть фильтр и проанализировать что там аналогично для сортировки для limit offset у нас есть возможность установить вернуть текущее значение смысла в методе добавления этих параметров нет никакого поэтому метода здесь такого нету ну и можем зарегистрировать временные поля для сущности здесь только один метод доступен который регистрирует одно поле то есть если вам нужно зарегистрировать несколько полей нужно вызвать метод несколько раз нет возможности посмотреть какие временные поля мы уже зарегистрировали